Прошло 5 лет с тех пор, как Mercedes-Benz поразил автомобильный мир, анонсировав уличный гиперкар с двигателем F1. Тогда он был известен как Project One, и да, его очень долго ждали, но он появился, и на новых шпионских снимках запечатлён тестовый автомобиль на публике, одетый лишь в небольшой камуфляж. Минутку скажете вы. Mercedes-AMG One – это автомобиль для Forza Horizon 5. Как же она не раскрыта? Технически говоря, полноценный One действительно не был полностью раскрыт Mercedes. Да, автомобиль есть в игре, но это не обязательно представление окончательной версии. Правда в том, что мы не знаем точно, что ещё скрывается под тонкой камуфляжной оболочкой. А также не имеем окончательных спецификаций безумного гибридного силового агрегата под кузовом. У нас есть шпионские изображения, любезно предоставленные журналистами. Несмотря на то, что это цифровая модель из видеоигры, мы ближе всего подошли к тому, чтобы увидеть тысячесильный гиперкарт таким, каким он будет выглядеть в руках покупателей. Классные светодиодные полоски над угловыми воздухозаборниками на передней панели легко заметны. Они работают как дневные ходовые огни и сигналы поворота. А отсутствие камуфляжа на верхней половине кузова подчеркивает изгибы линии кузова One, придавая ему более органичный вкус, чем тот, который мы видели на других прототипах. Таким образом, мы подозреваем, что оставшийся камуфляж на нижней половине автомобиля продолжает скрывать несколько мелких, но важных деталей. Главные из них – вентиляционные отверстия для охлаждения 1,6-литрового V6 с турбонаддувом и четырех электромоторов, которые должны сделать One чрезвычайно быстрым автомобилем. С предполагаемой мощностью 1000 лошадиных сил он не будет самым быстрым гиперкаром, но в сочетании с обширными аэродинамическими усовершенствованиями он может стать рекордсменом по времени прохождения круга. Будет построено всего 275 экземпляров, и каждый из них уже давно продан. Мы предполагаем, что покупатели очень хотят попробовать One, и если не будет дополнительных задержек, они получат этот шанс в следующем году. Поскольку тонко закамуфлированные прототипы сейчас бороздят общественные улицы, мы подозреваем, что окончательный официальный настоящий дебют уже не за горами.